София Прекрасная. Тайная библиотека. Как сказала тетя Тилли, знания это ключ ко всему на свете. Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки. И по вашим рекомендациям обзор игры София Прекрасная. Тайная библиотека. Давайте с ней знакомиться. Уже, здесь всё такое необыкновенное. Это верно. Клевер? Он самый. Мне интересно, что ты задумала, принцесса. Кстати, где мы? Это тайная библиотека. Хе, ещё бы. Посмотри, сколько тут книжек. И большинство осталось без окончания. Поэтому я здесь. Без шуток? Да. Я новый хранитель историй. Ищу тех, о ком повествуют книги и помогаю закончить историю. Ой, как любопытно. Эх, удачи, Соф. А я пока устроюсь поудобней. Поможешь Софии закончить истории? Коснись первой истории, чтобы помочь Софии закончить сказание о долине Великих Ветров. Давайте. Для этого мы здесь есть. Сказание о долине Диких Ветров. Вот где начинается твоя история. Давным-давно случилось так, что крылатый конь Массимо, брат Минимуса, устал от жизни в королевской конюшне. Он мечтал о свободной жизни в долине Диких Ветров, где бродят на воле волшебные существа. О, какой ужас! История Массимо не может так закончиться. Я найду Минимуса, и мы спасем его брата. Дальше наш выход, наверное. Ух ты! Прикольно. Только мне это будет непросто делать. Нажми слева, чтобы двигаться налево. Так, эээ... Потрясай! Массимо, мы летим к тебе! Попробуй пролететь через кристаллы. Пролететь? Это как? А, просто вот... Не бойся, мы скоро его найдем! Почему-то у меня... Не получается с управлением. Я же на компьютере играю, а не на этом. Ну, ладно, буду пытаться. А как понять, пролететь, может, под кристаллами? Это что? Ух ты! Ой, сколько кристаллов, и все их пропускаю. Да. Можно было и лучше. Но, поправочка. Я играю на эмуляторе, поэтому... Не всегда все получается. Со временем разыграясь, будет оно. А можно... Нет, вверх нельзя. То есть нырять пониже, повыше, это здесь нельзя. Вперед, минимум! Вперед! Ура! Они сами поднимаются повыше, когда нужно. О, магнитик, класс! Ура! Теперь все кристаллики будут к нам притягиваться. Хотя, вот дело в том, что... Ну, счетчика, где эти кристаллы, я пока не вижу, то есть... Чтобы знать, сколько я собрал. Может, они там нужны для каких-то улучшений потом в будущем. Это Борреа. Значит, полпути позади. Осталось найти замок принца Родерика и освободить Массимо. Вперед! Отличная работа! То есть мы развернулись, полетели в обратную сторону. Ну, это, наверное, обучающее такое, да? О, золотой кристалл какой-то. Ух ты! Вперед, минимум! Вперед! Ой! Там опять крылышки. Хоть бери и не бери. Ой! Так. Так быстро летим! Ну, конечно, да. Отличный полет, минимум! Массимо, жив и здоров! Ну, конечно, если его до сих пор не съели, то я думаю, нас там теперь ждет точно. Красивая игрушка. Это же от Диснея. Ну, Диснеевская. Дисней делает игр не сильно много. Ты молодец! Но все игры классные. Ну, именно для мобильных приложений. Так-то на компьютер они делают очень много игр. Еще один золотой кристаллик. Ух ты! Поняли. Птички, это уже преграды какие-то появились. Они с нас, эти кристаллики, выбивают, да? Вперед, минимум! Вперед! Мисс, поосторожнейся! Отлично! Водопад такой красивый. Так, птички. Ой! Так я же вроде бы улетел. Наверное, рано. Точнее, поздно. Не бойся! Мы скоро его найдем! Да, я думаю, уже скоро, уже мы 5 минут летим. А, вот и замок, кстати, смотрите, как красиво она вдалеке, да? А здесь три замка каких-то. Подойдет ключ точно такой же формы? Треугольный ключ, вот он. Интересно, откуда у него связка ключей? Давайте пробовать. Первый замочек справился. Теперь второй замочек, тут крестик, да? Вот у нас крестик внизу. Теперь вставляем его в замочную скважину. Получилось! Домки открыты! И последняя в форме лепестка. Ну или тоже, в принципе, крест только. Немного не такой, да? И... Я нашла нужные ключи! Да. Все, спасли. Ты свободен, Массимо! Мы проводим тебя в долину диких ветров! Хорошо, все, что хорошо заканчивается. Массимо спасен. Вместе с Софией и Минимусом он полетел в долину диких ветров. Однако принц Родерик не смирился с потерей такого чудесного коня, как Массимо. Он помчался в погоню. Ух ты! Уже страшно. Это еще не конец этой сказки, да? Этой книге, этой истории. О, теперь они вдвоем летят. Нажми справа, чтобы двигаться направо. Нажми слева, чтобы двигаться налево. Мы это уже знаем. Не переживай, их еще много. О, вот это хорошо. Так, магнитик еще действует. О, там птичек сколько много уже. Так, надо подальше от них держаться. Так, вообще их уже там такие стаи. Так, давайте собирать кристаллы пока можно. В принципе, можно по одной линии лететь и собирать сколько возможно. Ой. То есть, у нас был магнитик, когда мы туда полетели. Было бы классно. Так, золотой кристаллик успел. Так, а нашего друга Максимуса и не видно. Может, он бы там подбирал то, что мы не успели. Было бы классно, было бы польза от него. Вот так. Эх, пропустил. Так, это половина уже, это речка, да? Смотрите. О, а почему мы опять возвращаемся? Кошмар! Принц Родрик нас догоняет! А, вон он. И что делать? Ой, они бросили сеть! Опа! Отлично, минимус! Нам даже не подсказывали, что делать. Ну, тут так понятно, да? Осторожно, минимус! Постарайся не попасться в сеть! Уф! Быстрее, минимус! Сколько у него там сетей? Он с собой, наверное, целый мешок взял. По нему не скажешь А может мне в него кристаллом каким-то кинуть? Он не ожидает, что мы отстреливаться будем Вот так О, отстал Устал, наверное, да? Получилось! Мы сбежали от принца Родрика Теперь нам открыта дорога в чудесную долину Вот и отлично Готовься, Минимус! Массима сказал, что никакой стены нет! Мы пролетим сквозь нее! Ух ты! Видишь сияние? Коснись его! Коснулся Еще Типа ускорение, да, наверное? Видишь? Это иллюзия! Летим дальше! Это, получается, все нужно нажать Это волшебный портал! А если не нажму, впиляясь в стену? Видишь? Портал открылся! Вот и хорошо Долина диких ветров оказалась такой, как Массимо и представлял Минимус и София попрощались с Массимо И он полетел навстречу другим волшебным существам Классно То есть и почитать можно, и поиграть Браво! Набралось столько кристаллов! А, 333, прикольно! И 3 золотых Чтобы услышать историю, написанную специально для тебя, нажми сюда Ну, наверное, мы все-таки услышим ее немного позже На сегодня наш коротенький обзор, первый по этой игре, завершен Надеюсь, он вам понравился Поддерживайте это видео своими лайками И поскорее выйдет продолжение Пока-пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok